Полторы тысячи километров трассы зимников на мотоцикле. В Нарьинмаре успешно финишировали участники первой мотоэкспедиции за Полярный круг. Ненецкий округ экстремалы добирались по бездорожью. Алина Волчейская расскажет подробнее. Уникальные кадры. Наравне с грузовиком за Полярное бездорожье штурмует мотоцикл. За рулем БМВ Артем Кравченко. Это ему посчастливилось выполнить завершающий марш-бросок. Путь от Усинска до Нарьинмара. В общем-то, все нормально. Были сложные участки. Нашему основному водителю, так сказать, очень хорошо досталось. Но сегодня прям погодка радует. И, в общем-то, и дорожка тоже радует. До Заполярья экстремалы добирались четыре дня. Стартовали из Кирова и взяли курс на Сыктывкар. Далее проследовали в Ухту, затем в Усинск. Эту часть пути экспедицию вел ее вдохновитель Илья Сабанцев. Всего же в экипаже трое любителей экстрима. Причем это опытные мотопутешественники. Все вот ребята мототуристы, они с большим стажем международники. Монголия, там все дела, Европа, СНГ, они все объездили. Байкал. Как-то объединяемся, кому-то интересно не просто покататься, а чего-то достигать. Учиться лучше пилотировать мотоцикл, ездить далеко, знакомиться. Вот сейчас проехали через клубы полярных волков в Сыктывкаре, в Ухте, Ангелы Севера нас встретили, в Усинске, Мотоусинск. Цель путешествия – проверить и себя, и мотоцикл на выносливость. Для такого тест-драйва Крайний Север – самая подходящая территория. К столь серьезному переходу готовились основательно. На технику установили ветрозащиту, обогрев ручек, более мощный аккумулятор и шипованную резину. Резина с высоким зацепом, почти кроссовая. Шипы ставили сами, вручную загоняли. Задняя резина еще злее. Практически кроссовая. Шипы сколько-то повылетали. Разместились гости в центре арктического туризма. Ну а в обратный путь экстремалы отправились уже на следующий день, 2 марта.